МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных событиях жизни Брянского региона вы узнаете из нашей информационной программы в студии Марины Николаева. В Брянской области увеличится производство дорожной техники. Крупная белорусская компания «Амкадор» намерена приобрести в нашем регионе дополнительные производственные площади. Детали инвестпроекта руководство холдинга обсудило с губернатором Александром Богомазом. В начале встречи руководители холдинга поделились с губернатором первыми впечатлениями от посещения нашего региона. Я давно не был в Брянской области. Естественно, хочется посмотреть, едешь, смотришь, а какие дороги, что изменилось за это время, а какие поля. И я вот смотрю, еду дороги, классная дорога, я говорю, ничего себе, уже как в Белоруссии дорога абсолютно, такая же классная, как у нас. Еду вокруг, смотрю на поля, потому что все-таки прошлое сельскохозяйственное у меня тоже, я родился в колхозе, смотрю, какая культура земледелия. Смотрю уже то, что я видел раньше, то, что сегодня, уже небо и земля. Еду дальше, смотрю, если до этого заросли поля, то, смотрю, уже идет восстановление площадей, то есть идет выкорчевка этих деревьев, которые за это время наросли, то есть посевные площади увеличиваются. И, честно говоря, уже не надо ничего рассказывать, видно, что динамика абсолютно положительная. Руководство Мкадора охотно готово инвестировать в Брянскую область. Положительный опыт в этом вопросе они уже успели получить. Я вообще благодарен вам за то, что вы сегодня способствуете развитию промышленности в Брянской области, нам работать в области комфортно. Я думаю, что показатель тоже, что сегодня мы, работая в области, ищем варианты, как увеличить производственную площадь для того, чтобы увеличить объем производства. Это показатель тому, что администрация области работает великолепно, великолепно, к нам отношение очень хорошее, куда бы мы, к кому ни обратились, все стараются помочь. Амкадор рассчитывает организовать на Брянщине полный цикл изготовления дорожной техники. С приобретением производственных площадей в нашем регионе белорусские коллеги готовы выпускать до 20 новых модификаций машин. Мы конкретно назначили зам губернатора, который вас будет курировать. Все вопросы, чтобы здесь, все, что, знаете, возникали, а не чтобы решали, никаких не возникало проблем. Это, понимаете, вся инженерная структура, все разрешения, все бумажки. То есть это мы будем, я думаю, что вообще проблем никаких не будет. Белорусские коллеги сообщили, что итогом делового визита обязательно станет приобретение производственных площадей и расширение выпуска спецтехники. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов, Денис Пашков. События. Брянск. Делегация из Беларуси посетила Новозыпковский машиностроительный завод. Председатель Совета директоров компании «Амкадор» Александр Шакутин посмотрел цеха с целью организации производства автогрейдеров, погрузчиков, бульдозеров и экскаваторов. Одно из ведущих предприятий по производству спецтехники в Беларуси и странах СНГ намерено расширить производство. Для этого требуются новые площади и новые кадры. Подробности визита у нашего корреспондента Екатерины Зойдиной. Эти кадры сняты пять лет назад. В цехах Новозыпковского машиностроительного завода работают полторы тысячи человек. Заказы продолжают поступать. Предприятие готово принимать за работу новых сотрудников. Но ситуация резко меняется с 2016 года. Заказы падают. Итог производства полностью остановлено. Цеха пусты. Все стенды универсальны. Поэтому точно так же у нас, допустим, хребтовая балка наша, которую мы делаем, она входит у нас во всю номенклатуру наших вагонов. Руководство предприятия показывает оборудование и цеха завода. Напомним, что этот визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых во время встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Сейчас Амкадор рассматривает возможность размещения на этих площадях производства спецтехники. Автогрейдеров, экскаваторов и погрузчиков. Территория предприятия более 120 тысяч квадратных метров. Для нового производства есть все условия, в том числе и профессиональные кадры, которые готовы вернуться к работе. Площади есть, площади легко трансформируются, ставятся новые технологии, новые технологические цепочки организуются, и продукт можно выпускать. В принципе, это можно сделать очень оперативно, быстро. Амкадор – одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Выпускает 125 моделей модификаций машин и 6,5 тысяч наименований товарной продукции. С каждым днём объёмы производства увеличиваются. Качество продукта обеспечивает технологии, в том числе роботизация, автоматизация производства, она очень важна. С одной стороны, мы говорим о том, что у нас избыток людей, но когда мы начинаем организовать производство, всегда людей не хватает производства. Растут объёмы, растёт номенклатура, нужны люди. Если, допустим, обеспечить полный цикл производства дорожно-строительных машин, то это в общей сложности где-то более 2 тысяч человек. После посещения Новозыпковского машиностроительного завода вопрос сотрудничества с белорусской компанией Амкадор обсуждался на уровне регионального правительства. Депутат Государственной Думы Валентин Суббот провёл приём граждан. За помощью в решении своих проблем жители области обратились к парламентарию лично и через систему видеосвязи. Для проработки каждого обращения на депутатский приём приглашены специалисты профильных учреждений и ведомств. Антонина Рикашова – инвалид третьей группы, ветеран труда. Пенсия – небольшая, львиная доля уходит на лекарства. Мне выписали очень дорогие лекарства, я их не в состоянии. Вот мои все выписки. Скажите, в месяц сколько денег уходит на лекарства? Мне пять тысяч надо на лекарства. Пять тысяч в месяц, да? Да. Антонина Рикашова, специалист комплексного центра соцобслуживания, предложила подать заявление на получение единовременной выплаты. А подбором более экономичного аналога лекарства обещали заняться по линии Департамента здравоохранения. Дорогостоящие обследования и лечения. Ещё двое посетителей пришли к депутату Госдумы, чтобы решить жизненно важные проблемы. Последний вопрос был с ребёнком, ребёнок, генетическое заболевание, от которого, можно сказать, отказался отец какой-то помощи матери-одиночке. Это вот очень серьёзный вопрос. Вот сейчас хочу поднять этот вопрос и через судебный престол, и, значит, через службу социальной помощи. Хотим какие-то деньги оказать, чтобы этим людям помогли бы. По видеосвязи к депутату обратились жители Стародубского района. Вопрос с освещением и ремонтом дороги в селе Пантусова был тут же разъяснён. На новый асфальт будут выделены средства из районного бюджета. Мы написали письмо МРЦХ Центра Брянской Энерго, для того, чтобы они рассмотрели вопрос переноса этих лэб на улицу. Ну, естественно, как только они переносят, будут переносить, мы сразу же будем свешать уличные фонарики. Значит, жителям я всё объяснил, рассказал. Ну, в принципе, там те, с кем я беседовал, кто дома был, они остались довольны. А народный ансамбль «Родники» уже ищет швейный цех для пошива новых костюмов. Их закупку внесут в статью расходов при формировании бюджета региона на предстоящий период. Александра Седачёва, Максим Кузнецов. События Брянск. Брянск область вошла в десятку лучших регионов страны по эффективности мер в борьбе с коронавирусной инфекцией. По соседству с Брянской областью в рейтинге расположились Сатарсан и Смоленская область. На фоне роста заболеваемости, правительство нашего региона запустило ряд ограничительных рекомендаций. Так, руководителям организации и предприятий Брянской области рекомендовано по максимуму перевести своих сотрудников на удаленную работу. В первую очередь это касается сотрудников старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, указанным категориям граждан настоятельно рекомендовано самоизолироваться, но пока в добровольном формате. Ситуация в регионе находится под контролем. Итак, Брянская область вошла в топ-10 по борьбе с COVID-19. Но, несмотря на это, невидимый, но очень опасный враг в осенний период. В сезон респираторных заболеваний поражает все большее количество людей. Ежедневная статистика показывает, вирус становится опаснее. Причина этому – легкомысленное поведение населения. В нашем регионе действует масочный режим. Находясь в общественном транспорте, в магазинах, необходимо быть в маске, соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на это, некоторые жители Брянщины не прислушиваются к рекомендациям. Как следствие, статистика снова становится хуже. Большое количество жителей города Брянска не верит в эту COVID-19 инфекцию и не соблюдает санэпидрежим, не носят маски, не обрабатывают руки, находятся в местах общего пользования, не соблюдая дистанцию, что привело к тому, что возросло количество заболевших COVID-19 инфекцией. Многие до сих пор уверены, что вирус поражает только пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Но это не так. Вирус настолько коварен, который вызывает заболевания среди разных слоев населения, среди детей, пожилых, также молодых. Есть ряд заболевших даже среди беременных женщин, которым оказывается медицинская помощь в опушевских стационарах и после родоразрешения приводится к нам в госпитале для лечения, для оказания медицинской помощи. Вирус оказывает влияние на работу всех органов. Помимо легких кишечника, также страдает и сердечно-сосудистая система, страдает головной мозг. Елена Кулаченко, заместитель главного врача городской больницы. Страшный вирус свалил с ног. Больше месяца она провела на больничной койке, неделю в реанимации. В реанимации постоянно время пребывания в стационаре на кислороде, в промпозиции. Очень сложно, тяжело. Но эффект от такого лечения, конечно, был. Было очень страшно, потому что видела, рядом в каком состоянии люди находятся. После заболевания последствия остались в виде быстрой утомляемости, периодической одышки и кашля. Бессимптомно болезни проходят. Воспиталь у нас заполнен полностью. Очень много тяжелого состояния. Все на кислороде находятся. То есть такие уже легкие случаи мы не кладем, и они лечатся амбулаторно. Поэтому то, что люди расслабились и не носят маски, это ужасно. Ковид-19 остается опаснейшим и главным врагом человека. Каждому необходимо соблюдать рекомендации в общественных местах быть в маске. От болезни никто не застрахован. Каждый может оказаться в красной зоне. Дмитрий Белов, Александр Жучков. События Брянск. Алименты дела недобровольные. О том, сколько задолжали своим детям брянские родители, рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. В брифинге приняла участие уполномоченная по правам ребенка. Брянской области Инна Мухина. Почти 110 миллионов рублей. Такую баснословную сумму взыскали с недобросовестных брянских родителей за последние 9 месяцев. В отдельных случаях долг превысил миллион рублей. Всего с начала года за неуплату алиментов уголовные дела завели на 335 брянцев. Растет и печальная статистика среди женщин. Их количество год от года, к сожалению, растет. Это 1242 у нас должника, женщины, которые уклоняются от уплаты алиментов. Это почти 15,5% от общего количества. Это достаточно большое. Если раньше, 30 лет, 20 лет назад, это, конечно, нонсенс был, чтобы женщина своим детям не выплачивала алименты. Защитить ребенка не только от горя родителей, но и от опекунов приставам помогает уполномоченный по правам ребенка в Рянской области Инна Мухина. Были возвращены жилые помещения девушки, которая относилась к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, когда приемный родитель лишил фактически обманным путем девочку-сироту двух квартир. По словам омбудсмена, благодаря совместной работе с приставами, в этом году ключи от квартир получили 30 детей-сирот. Чаще всего тематика основной обращения является защита личных прав ребенка, это нарушение порядка общения с ребенком с одним из родителей, определение его места жительства, защита же личных прав детей-сирот с учетом вынесенных судебных решений. Это и защита имущественных прав, в том числе на выплаты по алиментным обязательствам. Работа по всем направлениям будет продолжаться, потому что чужих, как и бывших детей, не бывает. Александра Седачева, Ольга Умарова, Игорь Венчук, События Брянск. 8 октября в Брянске прошла очередная акция «День донора». На этот раз мобильная станция развернулась на площади Октябрьской революции. О том, почему сдать кровь для многих, становится делом принципа даже во время пандемии. Смотрите в нашем сюжете. У доноров нет карантина. Мобильная станция переливания крови начала свою работу в 9 утра. И к этому моменту к медикам уже выстроилась очередь из добровольцев. Случайных доноров среди них практически нет, но у каждого своя особенная история. Зарянчиков Михаил Иванович. Михаил Иванович впервые сдал кровь еще в 90-е. Долго не думал, спасал жизнь. У друга жена в тяжелом состоянии была, и она была кровь дать. А его была отрицательная, положительная группа. Я пришел, сдал, но до этого сдавал в армию. Донорский стаж Маргариты Магоновой 12 лет. Она продолжила дело своего отца, который был убежден, помочь может каждый. Его уже в живых нету два года. Он почетный донор СССР. Он меня приучил к тому, что мы должны помогать, и наша кровь для кого-то важна. Поэтому для меня нету никаких сложностей. И в этот день у меня праздничное настроение. По традиции, до или после донации всех желающих угощают сладким чаем. Ну а про новшество последних месяцев, маски и дезинфекцию рук лишний раз говорить не приходится. Кстати, чтобы стать почетным донором, кровь нужно сдать 40 раз. Владислав Шашков получил гордое звание два месяца назад. Для почетного необходимо либо 40 кроводач, либо 60 плазмодач. Но можно варьировать это все. Соответственно, здесь немножечко у меня нету 40 кроводач. У меня за счет плазмов все раза. Акция шла почти пять часов. По предварительным подсчетам, в этот день спасли чьи-то жизни более ста человек. Ольга Умарова, Игорь Винничук. События Брянск. Романа за плечами. Спецоперации, командировки на Северный Кавказ. Работать четко и профессионально. Для этого ежедневные тренировки, где прорабатываются реальные ситуации. Освобождение заложников, ликвидация террористов, захват вооруженной бандитской группировки. Большая часть времени нахождения на рабочем месте у нас занимает тренировки. По различным направлениям нашей служебной деятельности, позволяющие впоследствии выполнять служебно-боевые задачи на очень высоком уровне. Только с начала года сотрудники Брянского СОБРа провели более ста операций, в которых задержано 35 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Впереди у Брянского СОБРа очередная командировка в Северокавказский регион. В настоящее время отряд представляет из себя боевое подразделение, в основном состоящее из офицеров, отсюда и особые задачи, возлагаемые на подразделение. Каждый сотрудник подразделения обязан быть в хорошей физической форме, хорошо стрелять, а также обладать специальными знаниями и навыками, которые ему будут необходимы при проведении специальных мероприятий. Продолжение следует... Условный противник уничтожен. На тренировке оттачивается каждая деталь. Только так реальная спецоперация пройдет успешно. Тренировки занимают не менее 4 часов в день. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране и области, мы продолжаем в ежедневном режиме заниматься, совершенствовать свою служебную подготовку. Физическая подготовка, тактико-специальная подготовка, высотная подготовка, инженерная подготовка, огневая подготовка. И недаром СОБР считается элитой войск Национальной гвардии России. Работа отряда – это каждодневный риск для жизни, как на спецоперации, так и на тренировки. Но за всем этим стоит главное – безопасность и спокойствие мирных граждан, и защита интересов страны. Андрей Мамошин, Владислав Пескунов, Сергей Дюков. События. Брянск. Учитель – одна из самых мирных профессий, но когда пришла страшная война, учебники пришлось сменить на оружие. Чтобы рассказать о подвигах молодому поколению в рамках проекта «Большая история», по всей стране открываются фото-выставки учителя Великой Отечественной войны. В 41-м году вместо школьного звонка учителя и учащихся школ слышали войсерин и взрывы немецких снарядов. Кто-то из учителей ушел на фронт, а кто-то остался преподавать в перерыве между бомбежками. Имена героев навсегда вошли в историю. Здорово, что проходят такие выставки. Естественно, здесь не все-все наши учителя, наши замечательные педагоги, которые в годы Великой Отечественной войны показывали свои самые лучшие качества, но это для всех нас еще повод, стимул вспомнить наших учителей. Война была долгой, но всегда в войне есть и проигравший, и победитель. И поэтому нашему народу, народу-победителю, досталось очень важное и главное в этом всем действие. И основная заслуга – это, конечно же, нашим педагогам, на стану учителям. Международный проект «Большая история» направлен на историческое просвещение граждан страны. Фотовыставка приурочена ко Всемирному дню учителю и посвящена подвигу преподавателей Великой Отечественной войне. Очень важно нам помнить нашу историю, помнить историю наших героев, героев Великой страны и Малой Родины. Потому что, в противном случае, если мы не будем знать нашу историю, за нас ее напишут другие. Фотовыставки открыты на базе крупнейших вузов региона до 10 октября. В конце года крупнейшей международной акцией проекта станет «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая пройдет 3 декабря в день неизвестного солдата. Дмитрий Белов, Александр Жучков. События Брянск. 8 октября 95-летний юбилей отметил бы брянский фронтовик Сергей Алексеевич Панков. Это был удивительный человек, которым гордилась и гордится Брянщина. Он родился в городе Дядьково. В 17 лет ушел на фронт. Воинская служба была для Сергея Алексеевича делом чести. Об окончании самой кровопролитной войны в истории человечества он узнал в Чехословакии. Но на Родину смог вернуться только спустя 5 лет. Трудовой путь в мирной жизни Сергея Алексеевича был связан с комсомольской и партийной работой. Последние годы жизни исполнял обязанности председателя Брянского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Человек с большой буквы Сергей Алексеевич Панков с гордостью носил звание почетного гражданина Брянской области. Два месяца назад в эфир телекомпании «Брянская губерния» впервые вышел новый проект «Старожилы». За этот короткий срок программа получила высокую оценку телезрителей. Сегодня авторы и ведущие проекта хотят обратиться ко всем жителям региона. Слово Александру Стокласке и Алексею Хатиновскому. Прежде всего, Александр Владимирович, пользуясь случаем, хочу сообщить нашим уважаемым телезрителям, ну и вам тоже, что очередная премьера нашей программы «Старожилы» состоится уже в пятницу в 20.00 на Брянской губернии. Ну для меня это точно не новость, а новость, наверное, для многих будет прежде всего то, что мы отправились в самый большой, самый отдельный, самый... Брометарско-студенческий. Да, где я отпыхал вот этими самыми ручищами полтора года в свое время, это Бежица. Да, мы походим по Бежице, походим по самым знаковым местам. Я надеюсь, что выпуск этот вам понравится. Вообще, «Старожилов» мы делаем с удовольствием. Да, даже вылезли на сцену с удовольствием один раз в этой программе. И очень хочется верить, что вам тоже этот вот наш проект, новый проект, нравится. Ну а сейчас не совсем приятная новость. «Старожилы» уходят на каникулы. Почему? Потому что они старожилы. Прежде всего, потому что старожилы должны себя беречь, чего мы и вам советуем. Вот поэтому мы одеваем прямо сейчас маски. Мы держим в руках сегодня не только микрофоны, но вот эти самые замечательные маски. Мы надеемся, что эти каникулы продлятся совсем недолго. Недолго. А пока что, как говорится, не выходи из комнаты. Не совершай ошибки, не болейте. Это все новости к этому часу. Всего самого доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok